Это похоже на ситуацию с температурой тела. Для вас, разумеется, не безразлично, возросла ли температура тела на полтора или на два градуса. Мы можем избежать больших последствий. И это достанется, это выгода природе и людям. Да, в мире много зла, но каждый из нас, надеюсь, хочет добра от вас. Зависит делать каждый раз, когда вы находитесь перед выбором, выбор в пользу климата. Привет! Вы слушаете новый специальный сезон подкаста «Сайенс Бархобинг» «Послезавтра». Меня зовут Ангелина Давыдова, я экологическая журналистка и ведущая этого подкаста. Новый сезон записывает Гёте-институт и медиа-компания «Бумага», и он будет целиком посвящен экологии. Вместе с учеными и экспертами из России, Германии и других стран мы поговорим о том, каким может стать наш мир уже послезавтра. Обсудим, что происходит с природой, как эти изменения отражаются на нас и что нам важно было бы сделать уже сегодня для того, чтобы наша планета продолжала быть комфортным местом для жизни и через сотни лет. Я занимаюсь темой изменения климата уже более 10 лет. Мой вход в климатическую тему был во многом крайне романтичным и также был связан с Германией. Летом 2008 года мне предложили исключительно интересный и необычный проект. Из города под названием Грайсвальд в Санкт-Петербург шло парусное судно. Путешествовало оно по югу Финского залива, то есть сначала по югу Балтийского моря и потом по югу Финского залива. И во многих городах остановки устраивались эколого-культурные фестивали, в которые, в частности, рассказывали о проблеме изменения климата, о влиянии климатических изменений на наш регион, в том числе на Балтийское море. Я была организатором подобного фестиваля в Петербурге. Я способствовала приходу сюда этого судна, судно называлось Ловис. И я же организовала первые в своей жизни климатические дискуссии. Но в жизни стояла на месте, и уже буквально через два месяца я поехала в первый в моей жизни климатический лагерь для молодежи. И как раз в этом молодежном климатическом лагере Швеции, где собрались несколько десятков молодых людей, интересующихся вопросами экологии и климата, из Европейского Союза, России, Турции и многих других стран, я и узнала о том, что же это за проблема, что делается на международном уровне для решения этой проблемы, как работает ООН, как работают различные организации, страны, что делают активисты, кто такие вообще климатические активисты. И уже буквально еще через два месяца я отправилась на первые в моей жизни переговоры ООН по климату. На протяжении всех этих лет я пыталась разбираться в теме, я пыталась понимать, в чем же причина изменения климата, что происходит на нашей планете, что это означает для всех нас, в том числе для России, для Петербурга, для меня лично, для людей вокруг меня. Я пыталась рассказывать об этом в разных доступных мне формах, в том числе о науке, о политике, об экономике, о технологиях, о связи изменения климата и здоровья, о связи изменения климата и миграции. Было непросто, скажу я вам. Еще буквально лет 10 назад, когда я начинала писать об этом, мне очень мало кто верил. Люди зачастую не считали, что эта тема серьезная, и я даже, признаться, остерегалась говорить о том, что я пишу об изменении климата. Говорила скорее, я пишу об экологии. Экология казалась людям чуть-чуть более близкой темой, но все равно достаточно абстрактной. Довольно часто реакциями на мои публикации и выступления были слова о том, что давайте сначала мы начнем жить хорошо, а потом займемся вопросами экологии. Что именно будет входить в понятие жить хорошо, было до конца не ясно. Наступил ли этот когда-либо этот период, также не ясно. Но очевидный тренд сейчас заметен. На протяжении последних нескольких лет тема экологии в России стала намного более важной и намного более серьезно воспринимаемой, чем это было до того. Тема нашего первого выпуска – полтора градуса. Что же такое полтора градуса? Почему это такой важный показатель? Здравствуйте, меня зовут Кера Финке. Я работаю в Подсадамском институте изучения климатических изменений, где я руковожу крупным междисциплинарным исследовательским проектом под названием «Климатический потенциал Восточной Африки, Перу, Индии, Эпик». Это Кера Финке, исследовательница из Германии. Она работает в Подсадаме, в одном из ведущих мировых центров исследования климатических изменений. В центре занимаются изучениями не только вопросов физической основы изменения климата, например, как меняется концентрация парниковых газов в атмосфере, что происходит с океанами, что происходит с различными видами животных, но также и политическими аспектами климатических изменений. Проект, которым она руководит, посвящён последствиям, которым приводят изменения климата и опасные погодные явления. В частности, учёные анализируют, как они влияют на миграцию, сельское хозяйство и безопасность. Мы были в Бангладеш и работали там с людьми, которым пришлось эмигрировать из-за климатических изменений. Там мы увидели очень впечатляющую картину береговой эрозии, когда буквально на наших глазах откололся кусок берега, и люди, которые жили на этом участке побережья, фактически утонули. Берег просто откололся в одночасье, а затем был полностью разрушен. Вообще, миграция – одно из ключевых последствий климатических изменений, о которых мы, правда, не всегда задумываемся. Наверняка, большая часть из нас, если спросить, а что вы думаете об изменении климата и какие негативные последствия климатических изменений вы представляете себе, будет, скорее всего, говорить о тающих ледниках, тающей Арктике, пожарах в лесах, повышении уровня мирового океана. Но, безусловно, все эти негативные последствия, а они, напомню, будут разными для разных регионов. Где-то станет жарче, где-то холоднее, где-то будет больше осадков, где-то меньше. Какие-то леса исчезнут полностью. Какая-то часть уже не вечной мерзлоты также полностью исчезнет. Соответственно, будут исчезать места для обитания животных и какие-то виды животных. Но также многие территории станут непригодными для жизни людей. Безусловно, это будет иметь глобальное значение, в том числе поставится под вопрос границы стран. И очень многие люди, возможно, миллионы людей, вынуждены будут переехать в другое место. Пока в международной юриспруденции нет понятия климатических беженцев. Хотя очень многие исследования, в том числе Всемирного банка, уже используют этот термин. Это означает, что такие мигранты не имеют дополнительной защиты, если они мигрируют в другую страну. Однако большая часть миграции, которая происходит из-за изменения климата, происходит внутри стран. Таким образом, эти перемены не выходят за пределы государств, а происходят внутри стран. И для этого есть разные причины. Например, мы видим, что люди, которые очень бедны, чьи средства к существованию напрямую зависят от окружающей среды, такие как фермеры, ведущие натуральное хозяйство, рыбаки, их проблемы изменения окружающей среды, дисбаланса, неисправности касаются самым непосредственным образом. И поскольку они часто не зарабатывают прожиточного минимума или вовсе не имеют дохода, а живут только за счёт урожая со своей земли, они очень быстро сталкиваются с проблемами выживания. Например, если не выдался урожай или если нет рыбы, и тогда они просто вынуждены мигрировать. Проблема изменения климата была осознана учёными во второй половине XX века. Уже тогда появились первые исследования о том, что выбросы парниковых газов, которые происходят в связи с сжиганием ископаемого топлива в самых разных формах и на станциях, где производится электричество или отопление, и в двигателях внутреннего сгорания. Так вот эти выбросы нагревают планету, создают парниковый эффект и приводят к каким-то не очень понятным последствиям. Как эти изменения происходят, в чём их суть, этими вопросами учёные занимаются уже на протяжении многих десятилетий. По всему миру учёные разных стран в различных областях знаний постоянно публикуют научные работы и результаты своих исследований в области физики атмосферы, в области глицеологии, в области геологии, в самых разных областях. Все эти знания обобщаются в отчётах межправительственной группы по изменению климата. Межправительственная группа, которую сокращённо можно называть МГИК, это объединение учёных, куда входит несколько десятков тысяч учёных из разных стран мира, в том числе несколько сотен из России, которые раз в несколько лет выпускают так называемые оценочные доклады. Эти оценочные доклады представляют из себя довольно серьёзные тома исследований, которые обобщают научное знание по тем или иным вопросам. Мы видим рост глобальной температуры на планете Земля, мы видим растущие климатические риски и происходящие уже сейчас катастрофы, а также растущий экономический ущерб в связи с этими катастрофами. Поэтому страны пытаются договориться друг с другом. Страны пытаются договориться друг с другом, в том числе на тех самых заседаниях климатических ООН. В частности, в мире появилось первое глобальное климатическое соглашение, которое называлось Киотским протоколом. На смену ему пришло Парижское климатическое соглашение, которое, как ясно из названия, было заключено в Париже в декабре 2015 года. Я тоже присутствовала на заключении этого документа. Хочу вам сказать, что переговоры по поводу его заключения были, конечно, очень горячими. Вкратце, о чем у нас говорит Парижское соглашение и что в нем содержится? Прежде всего, там стоит цель. Мы все, страны, должны прилагать усилия к тому, чтобы сдерживать глобальное повышение температуры на планете Земля в пределах 2 градусов Цельсия и стремиться к 1,5 градусам Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Говоря о индустриальной эпохе, мы имеем в виду эпоху конца XVIII века. Это то самое время, когда в мире начали массово сжигать уголь для производства энергии. Сейчас мир у нас располагается приблизительно уже на уровне плюс 1 градус от конца XVIII века. Почему нам так важны именно эти 1,5 или 2 градуса? Откуда взялось это число? Это похоже на ситуацию с температурой тела. Для вас, разумеется, не безразлично, возросла ли температура тела на 1,5 или на 2 градуса. Это очень важно для самочувствия, хотя в обоих случаях в вашей жизни, скорее всего, ничего не угрожает. Вот почему для существования малых островных государств так важно, чтобы температура поднималась, насколько это возможно, как можно меньше, чем на 2 градуса. Потому что, как известно, уровень моря также изменится в долгосрочной перспективе из-за таяния льда и теплового расширения океана. А это означает, что данные культуры, эти отдельные государства, страны со своим языком и своей особой культурой должны иметь шанс на дальнейшее существование. И это тяжёлая ноша, которую приходится нести, если учесть, что существование таких стран зависит от того, насколько другие государства, такие как Германия и Россия, стремятся к защите климата. Всё очень взаимосвязано. Что касается погрешностей, то есть, когда пишут о том, что только с определённой вероятностью можно сказать, какой выброс СО2 допустим, чтобы оставаться ниже определённого значения температуры, эти погрешности связаны с динамикой, с тем, как взаимодействует атмосфера, Земля и вода. Например, океан поглощает очень много эмиссий. Таким образом, сейчас более 90% потепления уходит в океан. В противном случае уже сейчас было бы намного теплее из-за повышенного содержания СО2 в атмосфере. Перед тем, как мы продолжим, хочу рассказать вам про ещё один проект, которым я занимаюсь. Это видеоблог Global Change для проекта Гёте-института «Культура-кафе», в котором мы обсуждаем глобальные темы и трансформации, меняющие мир в лучшую или худшую сторону. В том числе мы говорим об экологии, о последствиях кризиса, городах и многом другом. Информацию о проекте Global Change вы можете найти на сайте Гёте-института, а ссылку мы оставим в описании этого эпизода. Несмотря на то, что полградуса может казаться нам не такой большой температурой, в нашей ежедневной жизни изменение всего на полградуса вряд ли играет существенную роль для восприятия температуры на улице. Тем не менее, для состояния планеты Земля и для здоровья нашей планеты, здоровья экосистем и климатических условий жизни, к которым мы привыкли, даже полградуса играет крайне существенную роль. Насколько заметно станут для нас последствия климатических изменений? Об этом я поговорила с Алексеем Кокориным, директором программы климата и энергетика Всемирного фонда дикой природы в России. Всемирный фонд дикой природы одна из самых крупных и важных международных организаций, которые работают в сфере экологии и климата. В России они также работают по целому ряду направлений, включая изменения климата, леса, защита диких животных и очень многие другие программы. Сам Алексей физик атмосферы, человек, который на протяжении многих лет занимается вопросами климатических изменений. Он работал в том числе в межправительственной группе экспертов по изменению климата, занимался вопросами климатических изменений как ученый, как представитель российской официальной делегации на климатических переговорах ООН, а сейчас как независимый международный эксперт, который работает на Всемирный фонд дикой природы. И здесь однозначное мнение всех ученых. Каждые полградуса имеют очень большое значение, очень большое значение. Скажем, пойдем от обратного. Если будет 4,5 градуса к 2100 году, треть населения планеты, это 3 с лишним миллиарда человек, того населения, будет страдать, сильно страдать от дефицита пресной воды. Смогут они жить на тех местах, где живут сейчас? Или сейчас живут их родители, или там деды и бабушки? Может быть, и не смогут, им придется куда-то переселиться. Где они возьмут еду или кто их будет кормить? То есть ситуация, если смотреть 4,5 градуса, это близкое к катастрофической. Конечно, не угроза выживанию человечеству, нет. Но очень серьезная беда для очень многих. Вот если полтора градуса, то Земля потеряет, как планета, только буквально те или иные малые островные государства в Тихом океане. То есть совсем плохо будет только для, может быть, нескольких процентов населения планеты. Два градуса – это уже хуже, уже порядка 10 или 15 процентов. Как мы видим, разница колоссальная. Несколько процентов или сразу треть населения Земли. При самом худшем сценарии жизнь миллиардов людей может быть серьезно затронута последствиями глобального изменения климата. Что они будут есть? Где они будут жить? Возможно ли будет жизнь на самых разных континентах планеты? По какому же пути мы движемся сейчас? Тут важно, конечно, когда мы говорим о этих условных градусах, понимать, что вот у нас есть самый худший вариант – 4,5 градуса. Есть вариант, по которому сейчас идет мир. Что имеется в виду «идет мир»? Что, да, есть очень красивые решения, но они пока декларативного свойства Европейского Союза, Китая, Канады, Японии, Южной Кореи стать углеродно-нейтральному к 50-му, 60-му году. Но пока те планы, что у них на 30-й год, везут мир на 3,5 градуса. Предположим, что то же самое будет у нас в 3,5 градусах применения к России, если не подвинется ничего. Количество резких перепадов погоды, выпадения осадков в виде гораздо более резких, что потребует перестройку городского хозяйства и многого всего, инфраструктуры. Если говорить о Санкт-Петербурге, то если не в 21-м, то уж в 22-м веке проблема затопления встанет очень остро. То есть настоятельное и очевидное требование ученых и общественности этого не допустить. Соответственно, дальше идет речь о более спокойных сценариях. 2,5 градуса, 2. Общественность призывает остановиться даже на полутора. Ну, остановиться на полутора уже физически практически невозможно. Поэтому мы должны понимать, 2-2,5 – это то, на что надо настоять. Это возможно и технически, и финансово. И тогда количество опасных явлений, которое сейчас уже выросло в 2 раза, конечно, все равно вырастет. Вырастет 2-3 раза, но не в 10. Изменение климата влияет и на Россию. По данным Росгидромета, климатические изменения в России, прежде всего в Арктическом регионе, происходят в 2,5 раза быстрее, чем в остальном мире. Какие же последствия это могут быть? Таяние льда и снегов в Арктике, более частые, более интенсивные лесные пожары, в каких-то регионах России наводнения, в каких-то других регионах засухи, повсеместный рост опасных метеорологических явлений, будь то шторма, сильные ветра, наводнения. Глобальное изменение климата не означает глобальное потепление для России. Шутки о том, что в тайге начнут расти бананы, а шубы нам больше не понадобятся, скорее всего, так и останутся шутками. С одной стороны, официальные лица России начинают все более серьезно относиться к проблеме изменения климата и говорят о том, что изменение климата существует, оно также опасно для России, и нам также необходимо что-то делать в этой связи, в том числе сотрудничать с международным сообществом. С другой стороны, о перспективах снижения выбросов парниковых газов они говорят не столь охотно. Изо всех сил Россия старается не заметить того, что ведущие страны, практически все ведущие торговые партнеры России собираются снижать выбросы парниковых газов принудительно. Пока они снижают по ходу дела. Нужно Китаю чистый воздух в городах? ПЗС нужен. Они так трансформируют энергетику, чтобы воздух был чище, а выбросов парниковых газов гораздо меньше. То же самое в Южной Каии. Нужны Европе энергетическая безопасность и масса других вещей? Они это делают. Нужны Калифорнии рабочие места? Они это делают. Но они понимают, и прежде всего Европа, и Калифорния, да и Китай тоже, что это до поры до времени, что в скорости нужно будет снижать выбросы принудительно. Уходить от угля, а потом и от нефтепродуктов, а потом и от газа. Даже если это дороже. А уж когда возобновляемая энергетика не дороже, а это совсем не за горами, то тут уж это будет ускоренным. Что это означает? И это отражено в российских документах так называемого стратегического планирования. Что да, упадет спрос на наши энергоносители. Будет внешне вот такой негативный фактор. Это раз. Второе. Смотрите, если я, Евросоюз, или Китай, или Япония, у себя внутри заставляем платить за выбросы парниковых газов. И мы разве позволим ввозить такой же товар, скажем, химические удобрения, или нефтепродукты, или сталь, кому-то, кто такое не заплатил. И тогда мы введем пограничный налог. Об этом уже говорится. Россия это тоже понимает. Но, а давайте мы закроем глаза и отсрочим это на как можно более поздний срок. На 40-й год. А может быть, на 50-й. А может быть, как-то пронесет. А вот что-нибудь бы пришлось. Но это абсолютная позиция «Гром грянет, мужик перекрестится». Это ложная политика. Вот когда «Гром грянет», нам никуда не будет деться из этой подводной лодки, где будет единая коалиция и Евросоюза, и Японии, и Южной Кореи, и Китая, и США. В каком-то смысле ситуация с пандемией коронавируса, она даже подталкивает страны начинать уже сейчас. Страны столкнулись со спадом спроса, с падением производства. И все меры, направленные на восстановление экономики, уже сегодня рассматриваются не как восстановление к тому, что было, к тому тренду, что был, а к возврату в какую-то другую экономику, к восстановлению роста экономики на других основах. Это Георгий Сафонов, директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов Высшей школы экономики. Он рассказал нам о том, что потепление на эти полтора градуса или больше означает для экономики, для глобальной экономики всего мира, но также и для экономики отдельных стран. Одно из исследований, о котором он нам рассказывает, сравнивает потенциальные убытки от последствий изменения климата с необходимыми инвестициями в снижение выбросов. Посмотрим, какой вывод он делает. Вот по тем оценкам, которые дала группа научная под руководством Николаса Стерна, еще в 2006 году они выпустили очень большой, важный доклад об экономике изменения климата. Там оценки от 5 до 20% глобального ВВП, это потери в год. Это в среднем потери, если ничего не делать. То есть, если мир будет дальше развиваться, как развивался, вот такой ущерб среднеготовой до конца столетия мы можем получать. Это очень большой ущерб. На сегодняшний момент это примерно 20 триллионов долларов. Сколько стоит декарбонизация экономики и предотвращение этого колоссального ущерба? Вот по тем оценкам, которые были сделаны в рамках целого ряда проектов, международных научных проектов, эти оценки показывают, что при разумном планировании и поэтапном выводе устаревших фондов, например, электростанций, транспортных систем, выводе поэтапном и замещении новыми, более чистыми экологически и менее углеродоемкими, можно добиться того, что стоимость будет в пределах 1% ВВП в год. То есть 1% ВВП в год тратим, не получаем ущерб в размере от 5 до 20% ВВП. Это очень наглядная картина, и если действовать раньше, тем больше шансов, что мы успеем предотвратить такой колоссальный ущерб. Георгий Сафонов один из тех исследователей, кто в России пытается анализировать экономику изменения климата, считать ущербы от климатических изменений, а также считать необходимые инвестиции в зеленую экономику и декарбонизацию. Он пытается создать модели, которые показали бы нам, каким может быть безуглеродное будущее для России. Говоря о переходе на зеленую экономику, нельзя упускать вопрос финансов и технологий. Да, зеленые и низкоуглеродные технологии уже существуют, но зачастую они довольно дороги. Тем не менее, даже стоимость возобновляемой энергетики, например, инфраструктура для солнечной энергетики в последние несколько лет стабильно снижается. И все-таки инвестиции нужны. Кто будет осуществлять эти инвестиции? Как будут перераспределяться деньги в новой экономике? Будут ли выигравшие и проигравшие от новой модели экономического развития? Вот что говорит Георгий. Мы можем избежать больших последствий. И это достанется, это выгода природе и людям. А кто за это должен платить? В конце концов, конечно, платят люди. Те, кто покупают товары, те, кто потребители. Да, но известно, что на долю 50 крупнейших мировых энергетических и промышленных компаний приходится большая часть воздействия на климатическую систему. То есть к этим десяткам компаний, транснациональных или больших компаний, в том числе «Газпром», «Роснефть», «Эксонмобил», «Шелл», «БиПи» и другие, они ответственны за большую часть ущерба. Да, и платить, конечно, придется им за переход на другую экономику, на другую энергетику. Понятно, что это инвестиции. Нужно помогать таким компаниям, чтобы быстрее переходить на зеленые рельсы. Нужно запрещать компаниям продолжать загрязнять окружающую среду и выбрасывать парниковые газы. Это будет нелегко. Но мы видим уже прогресс, который начался последние несколько лет в переходе к зеленой модели экономики. Поэтому можно ожидать, что, хотя и нет такого жесткого соглашения, вот Парижское соглашение по климату – это не очень жесткое соглашение, но на самом деле процессы, которые начались в связи с тем, что Парижское соглашение было принято, это очень серьезный процесс. И процесс вывода инвестиций, и процесс расширения углеродных рынков. Мы увидим сегодня уже 64 страны и региона, провинции, в которых уже действуют или сейчас запускаются углеродные рынки или налоги на выбросы СО2. Это очень много. Это почти треть всех подписантов Парижского соглашения. А с принятием плана Байдена, и этот новый президент США имеет амбициозные планы и программы, очень детально проработанные уже, предполагается, что США тоже будут климатически нейтральной страной к 50-му году, что огромная часть энергетики будет безуглеродной, по некоторым оценкам 100% к 50-му году, будет возобновляемой энергетикой или чистой энергетикой. Огромные планы по транспортному сектору. То есть это огромные подвижки. Это точно затронет все мировые рынки, потому что США – это четверть мировой экономики. И точно затронет Россию. Потому что мы один из крупнейших поставщиков энергоресурсов. Вопрос, о каких ресурсах теперь в этой новой зеленой экономике мира мы должны найти себя, найти свое место, нишу, еще и показать, что мы можем быть в этой зеленой экономике сильным игроком. Мы обсудили с вами глобальную ситуацию, мы услышали, что же делают страны, правительства, стран политики для снижения выбросов парниковых газов. Мы подумали и посмотрели на то, как компании реагируют на климатические изменения и насколько они готовы меняться. Давайте теперь подумаем и поговорим о нас с вами. В чем конкретно роль меня или вас? Что мы, как жители планеты, потребители различных товаров можем сделать для снижения выбросов парниковых газов? Достаточно ли каждый раз, выходя из комнаты, выключать лампочку? Или каждый раз, когда вы чистите зубы, выключать воду? Достаточно ли сортировать ваши отходы и сдавать их раздельно? Послушаем, что говорит Алексей Кокорин. Каждый человек должен привносить, это зависит и от всех государств, ну, крупных, прежде всего, двадцатки, но, собственно, и население тоже. Потому что каждый из нас, он не только маленький человечек, он потребитель, он покупатель конечной продукции. В конце концов, и автомобиль, и компьютер, и тепло в квартире, и даже маску от ковида мы покупаем, а не кто-нибудь, ни «Газпром», ни «Роснефть», ни «Шелли», ни правительство Китая, да? А вот мы делаем выбор, купить или не купить. И поэтому наш выбор, купить или не купить, от этого зависит. Вы можете сказать, и что я, ну, куплю я вот товар с такой вот продукцией, углеродным следом гигантским, ну, съезжу я не на поезде из Москвы в Петербург, а на самолете, и мой углеродный след будет сразу раз в десять выше. И что же от меня зависит? А ответ такой. А если вы свой маленький туисочек мусора выбросите в лесу, лес такой большой, а ваш туисочек такой маленький, да? Ну, ведь нельзя же бросать мусор в лесу, вы же понимаете? А если каждый так подумает? Да, в мире много зла, но каждый из нас, надеюсь, хочет делать добра. Тем более, не бог весь, что от вас тут и нужно. От вас зависит делать каждый раз, когда вы находитесь перед выбором, выбор в пользу климата. Это означает, так совсем говоря философски, просто рачительное отношение к потреблению в широком смысле слова. Видите, какая сложная история получается. С одной стороны, мы все. Мы люди, мы потребители энергоресурсов, мы покупатели тех или иных товаров, мы сотрудники тех или иных компаний, мы жители тех или иных стран, ответственны за определенные выбросы парниковых газов. С другой стороны, мы также страдаем от негативных последствий изменения климата. Но существует климатическое неравенство. Одни регионы мира страдают больше, другие регионы мира страдают пока меньше. И зачастую наиболее страдающие регионы – это как раз развивающиеся страны, у которых не много средств ни на обновление инфраструктуры, ни на укрепление городских сооружений, ни на адаптацию к уже наблюдаемым климатическим рискам. Что же делать? Об этом рассуждает Кира Финке. Тут можно назвать две вещи. С одной стороны, это тот случай, когда в развитых странах мы, конечно, исторически превысили на сегодняшний день все допустимые резервы по выбросу СО2. То есть мы потребляем непропорционально больше в силу нашего образа жизни, способа потребления. Это намного больше по сравнению с тем, что потребляет большинство развивающихся стран. Это означает, что мы потребляем слишком много на душу населения. С этой точки зрения, тем более правильно, что теперь именно развитые государства сбавляют обороты и становятся первопроходцами в области снижения выбросов, а также снижения потребления энергии в целом. Есть всего несколько стран, чьи цели снижения выбросов парниковых газов, заявленные в рамках Парижского климатического соглашения, соответствуют его целям. И к ним относятся, опять-таки, скорее развивающиеся страны, потому что мы так далеко продвинулись в наших выбросах, что нам нужно успеть запрыгнуть в последний вагон. И ещё один момент. Конечно, развивающиеся страны не могут пройти через ту же форму индустриализации и капитализации, что и развитые страны. То есть через модель экономики с чрезвычайно высоким уровнем выбросов СО2. С одной стороны, это очень сложно для таких стран. С другой стороны, есть и хорошие новости, а именно, что есть другие технологии, например, солнечная энергия или энергия ветра, которые позволят этим странам просто пропустить этот этап загрязнения воздуха и влияния на климат Земли. Прочитав все последние данные о перспективах климатических изменений на планете, можно серьёзно расстроиться, можно начать волноваться. У вас может появиться экотревожность. Это новый термин, который стал одним из важнейших слов прошлых лет. Каким будет мир будущего? Каково в нём будет жить нам? Как в нём будут жить наши дети? В мире становится всё больше неопределённости и всё больше рисков. Мы не можем представить, как будет выглядеть этот мир через 50 лет. Конечно, это непростая ситуация. Можно ли оставаться оптимистом в такой ситуации? Можно ли находить силы для каких-то дальнейших движений? Как справляться с этой тревогой и с этой неуверенностью? Иногда я настроена очень оптимистично. Замечаю, что есть много положительных сигналов. Что-то меняется в обществе. Многим хватает мужества взяться за амбициозные проекты, а не просто оставаться в зоне комфорта. Однако бывают и печальные моменты. С одной стороны, беспокойство о будущем, а с другой — сожаление о том, что мы уже потеряли. Я уже приводила примеры. Люди, потерявшие жизни, разрушенные экосистемы или вымершие животные, включая целые виды. Данный факт всегда игнорируется, как если бы это ничего не значило. Но мы должны понимать, что своими действиями мы уничтожаем целый вид, иногда провоцируем вымирание многих видов, и что будущее поколение этих животных никогда не увидят. И я считаю, что это очень серьёзное вмешательство в нашу естественную среду. И с точки зрения философии встаёт вопрос о том, какую роль человек должен играть в мире. Что такое климат планеты? Мы все знаем, что такое погода. Например, можно посмотреть прогноз погоды на завтра. Если вы живёте в Петербурге, скорее всего, вас будут ожидать осадки. Но что такое климат? Разве можно понять, прочувствовать, проанализировать? Климат — это долгосрочные тренды. Это то, что происходит на нашей планете на протяжении 10, 20, 50 лет. Но даже если мы оставим в стороне климат как исключительно тренды по повышению температуры, когда мы задумываемся о горящих лесах или об исчезающих видах, действительно ли мы думаем об этих видах, или в конечном итоге мы волнуемся о нашем благосостоянии, о вопросе выживания человечества, о вопросе качества жизни нас с вами и о вопросе нашего с вами будущего? Я думаю, конечно, и то, и другое. Я думаю, что мы также можем испытывать сострадание к окружающей среде, хотя мы, конечно, в большей мере утратили эту способность, чем, например, коренные народы или люди, чья жизнь и работа связаны с землёй. Но, конечно, центральной проблемой климатического движения является защита прав людей, а именно тех, кто уже находится в неблагоприятном положении, кто уже маргинализован. Потому что они больше всего страдают от изменения климата, и в особенности жителей тропических, развивающихся стран. И поэтому, конечно, важно связать эту климатическую проблему с человечеством. Иногда этого удаётся достичь с людьми, живущими в больших городах, а иногда нет. Но наша еда, она тоже не приходит из супермаркета. Она производится в окружающей среде. Мы уже зависим от окружающей среды и не живём отдельно от неё. И я думаю, это то, что всем нам следует осознать. Мы должны поддерживать отношения с окружающей средой, потому что в противном случае это отразится на нашем собственном существовании. Итак, мы услышали, что изменение климата — это очень сложная, очень комплексная и очень многослойная проблема. Это и прогнозы учёных, которые говорят нам, как будет меняться мир в будущем. Это и климатические риски, которые грозят странам, континентам, биологическим видам, лесам, городам, нам с вами. Это и политические действия и усилия переговорщиков на конференциях ООН. Это и действия и опасения компаний за их будущее. Это и наша экотревожность. Это и неуверенность в завтрашнем дне. Как будет выглядеть будущее? Как будет выглядеть окружающая нас среда? Какой будет экономика будущего? И все ли мы найдём с вами в ней место? Все эти вопросы, безусловно, важны. И многие из них мы будем обсуждать в наших следующих выпусках. Пока же мне хочется сказать, что эта тема уже является одной из важнейших тем будущего. Сейчас, в последний год, когда мы увидели, как мир изменился под влиянием пандемии коронавируса, мы можем лишь догадываться, как он может измениться под влиянием климатических изменений. Некоторые из этих изменений мы наблюдаем уже сейчас, некоторые прогнозируются лишь в будущем. В любом случае, мир не будет стоять на месте, он будет немножечко другим. Давайте задумаемся о том, как мы можем измениться вместе или что мы можем сделать для того, чтобы предотвратить наиболее опасные изменения или помочь адаптироваться к ним, людям вокруг нас, экосистемам, животным и всему окружающему миру. Вы слушали послезавтра подкаст Гёте-института и медиа-компании «Бумага». Это специальный сезон подкаста «Сайенс Бархоппинг», который «Бумага» делает вместе с Фондом инфраструктурных и образовательных программ группа «Руснано». Вы можете следить за обновлениями в наших соцсетях, а также и на сайте Гёте-института. Ссылки мы оставим в описании этого эпизода. А с вами была я, Ангелина Давыдова. Спасибо, что слушали нас. Пишите нам комментарии, ставьте оценки, берегите себя и планеты. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok